В Хабаровском крае спасатели разбирают завалы на месте взрыва жилого дома. До сих пор удалось найти не всех. Трагедия случилась глубокой ночью, когда люди спали. По предварительным данным, сдетонировал бытовой газ. Взрывной волной был разрушен один подъезд. Уже известно о пятерых погибших. Среди них полуторамесячный малыш. С места событий Руслан Бибулат. Спасательная операция в поселке Корфовский продолжается 15 часов. Под завалами может оставаться один мужчина. Точно неизвестно, находился ли он в доме в момент взрыва. Здесь продолжают надеяться на лучшее. Ведь одно чудо утром уже произошло, когда казалось, что шансов почти нет. Куда врачей? Врачей врачи. Из-под руин удается спасти ребенка. Маленькая девочка провела 6 часов под завалами. Все это время она была в сознании и оставалась невредимой. Сейчас она в больнице. Но ее маме и грудной сестренке спастись не удалось. В рубашке родился. Да? Остальное давай полечимся. Давай будь молодцом. За все будет хорошо. Все будет хорошо. Владимир Исканов был первым, кого доставили в больницу. У него серьезная травма головы. Что было после взрыва, он не помнит. И только в больнице пришел сознание. Резкий скачок какой-то, ба-бах. Все дальше мало, что помню. Просто в хаос конкретный. Выпался туда. Ну, дальше я вот здесь отдался. В больницах Хабаровска остаются 3 человека. Еще 9 госпитализация не потребовалась. Они разместились у родственников. Взрыв прогремел около часа ночи, когда люди уже отдыхали. Он был настолько мощный, что разрушил сразу три этажа. А ударной волной выбило стекла в соседних домах. Взрывалось так, что в сторону трассы летел такой дым. Непонятно там что. Выскочило на балкон. Быстро стало одеваться. Все, соседи выскочили. Все побежали помогать. С третьего этажа семья спускалась сама оттуда. Мы им помогли. На втором этаже вот здесь вот парень сидел. Ну, как оглушенный, не оглушенный. Но крови там есть. Мы его тоже помогли вот со стенки суда. И дедушка вон там на третьем этаже сидел. Уже через несколько минут прибыла оперативная группа. Были стянуты все силы Хабаровского гарнизона МЧС. Спасатели, пожарные и психологи. В темноте места происшествия освещают сразу несколько световых башен. Задействованы десятки единиц специальной техники. Это и погрузчики, и краны работают свыше 400 спасателей. Дом был кирпичным, поэтому завалы приходится расчищать буквально вручную. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной версии причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Проводится осмотр места происшествия и изъятие необходимых образцов для последующих экспертиз. Речь идет о частях мебели, окон, оконных проемов, штор, для того, чтобы определить, что было за вещество, которое послужило взрывом. В ближайшее время эксперты примут решение, безопасно ли возвращаться в квартиры уцелевших подъездов. Жильцы остаются у родственников и в пунктах временного размещения. Руслан Бекблатов, Алексей Шьян, Вячеслав Лукашенко, Первый канал, Хабаровский край. Для тех, кто хочет помочь родственникам погибших и пострадавшим во время взрыва в жилом доме в Хабаровском крае, открыта горячая линия. Узнать, в чем нуждаются люди, можно по номеру телефона, который сейчас вы видите на своих экранах. Продолжение следует...